Авторадио Магадан, 103FM Учитывая, что восточные улусы Якутии закупают вообще алкоголь в Магадане Через порт Магадана идет эта продукция на Якутию А там ни много ни мало, по-моему, около 25 тысяч жителей в восточных улусах Якутии живет Это к нам в статистику попадает В Магадане практически нет контрафактного или такого подпольного алкоголя В Магадане не развито самогоноварение В Магадане не развито виноделие Да, самогон варят, но это определенная категория Для себя кто-то Да, в основном те, кто употребляет алкоголь Они покупают нормальный алкоголь Проверенный там весь с акцизными марками И совсем в магазинах То есть мы в этом плане достаточно чистый и прозрачный город Вот эта вот идея, которая на сегодняшний день там есть Я хотел бы свою позицию высказать Я могу это сказать, потому что прожил уже долгую интересную жизнь Когда в советское время вообще было в 19 часов заканчивались торговать алкоголем И в 11 часов начинали Потом у нас была ночная торговля А потом у нас сделали вот до 22 с 10 часов утра Да, я когда вот эти все видоизменения происходили Я всегда выхожу прежде всего на оптовика И спрашиваю оптовиков А покупать меньше стали после того, как мы изменили режим работы магазина А мне говорят, да ничего не меньше, даже больше В магазинах, которые меняют режим работы Поменялось только одно Те магазины, которые работали ночью И не стали работать ночью с алкоголем Хотя не думаешь, там прямо очередь стоит ночью за бутылкой водки Они ушли с ночного режима работы Все стали работать в основном до 22 Если сейчас мы, значит, введем норму И будем работать до 20 с алкоголем Уверяю вас, половина магазинов закроется И мы после 20 часов не купим ни молока, ни хлеба Ничего другого, что нам нужно для повседневной жизни Это все сопутствующие товары Один товар дополняет товароборот другого Мы потеряем рабочие места Мы потеряем налоговую базу Мы потеряем все Мы не потеряем только одного Не приобретем только одного Снижение употребления алкоголя Вот эти манипуляции, они очень опасны И 85-й год это показал Когда у нас сухой закон был Там нормы отпуска ввели и так далее Все это привело к подпольной торговле Алкоголем К развитию самогоноварения Употреблению всяких жидкостей Приводящих к массовой гибели людей Вот поэтому Я подписал свой отзыв Магаданскую областную думу На проект закона Магаданской области Что мы категорически против Все отрегулировано и зарегулировано Вот разумное время продажи Сейчас сформулировано До 22 часов С 10 часов утра Все другого времени Не надо придумывать Все остальное будет влиять Больше негативно Чем позитивно на снижение употребления Надо культуру воспитывать Вот я хочу вам сказать Что мои вот уже Многолетние наблюдения За молодежью И вот ребенок Младший закончил школу Два года назад Я видел класс Я видел школу 30-ю Употреблять алкоголь Сегодня не в тренде Сегодня они в спортивных залах Мы достигли этого Да И все как бы устаканилось Кому надо тот купит Тот найдет Или за любую цену В любом ресторане Что угодно сделает Перед закрытием магазина В 8 часов купит 5 бутылок водки До утра их не будет Все это проходили Поэтому надо менять отношения Вот открываются новые спортивные залы Строятся новые спортивные площадки Новые интересные экстремальные виды спорта Для молодежи появляются